приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 13 ноября поговорим о том что обязательно нужно сделать в этот день что привлечь изобилие достаток и благополучия далее друзья все более подробно а прямо сейчас ставьте лайк этому видео таким образом между нами происходит энергообмен друзья ставьте лайк и к тому деньги приходят легко и непринужденно это 13 ноября отмечается народно-христианское торжество спиридон и никодим а вот крестьяне в церквях вспоминают сегодня преподобных спиридона и никодима по народному календарю этот праздник прозвали разным по-разному никодимовым днем или день матицы спиридон и никодим работали в ближних пещерах киево-печерской лавры где выпекали просфоры однажды печь загорелась но никодим и преподобный спиридон смогли потушить огонь и остались даже невредимыми скорее всего именно и после этого случая никодима стали считать защитником от пожаров и вы знаете сегодня же 13 ноября православная церковь отмечает память преподобной мавры константинопольской святая мавра была мудрой наставницей девушкам стекавшимся под ее покровительством и прославилась совершенством своей духовной жизни и подвигами во славу господа бога преподобная мавра удостоилась блаженной кончины около 474 года в обители которую сама основала и 13 ноября по традиции хозяева птицу с летних курятников переводили в утепленные тщательно обязательно осматривали кур подмечали для убоя слабых и старых которые могут и не пережить зиму девочки мальчики не знаем знаете вы об этом или нет но если у вас есть курочки дома и вы знаете что в зимний период они у вас не несутся хотим поделиться секретом как сделать так чтобы они неслись оставляйте свет свет на время дневного времени как у вас это летом иначе если у вас короткий день световой они спят и соответственно не несут яйца попробуйте это и вы увидите что через неделю ваши курочки нас начнут несет собой нас нестись при этом обращаю ваше внимание что не обязательно в курятник устанавливать какую-то большую лампу становитесь в экономную лампочку и вот пусть так вы например если у вас световой день допустим с летом с пол шестого с 5 утра возьмите с 8 условно утра до 5 вечера и вы увидите изменения но по народным традициям сегодня готовили из курицы разные блюда запекали жарили фаршировали а также крутили фарш и пекли курники согласно обычаю из рыбы пойманной в этот день нужно было обязательно приготовить пирог который должны были попробовать все члены семьи считаю что это поможет тому чтобы в доме воцарило счастье и мир если нас перед он и никодима выпадал снег то охотники обязательно выходили охотиться на зайца перед тем как это сделать они трижды топтались вокруг себя оставляя следы потом в полученном круге стояли и читали молитву отче наш таким образом они заговаривали себя от неудачи в охоте пойманную добычу нужно было съесть всей семьей с этого дня шел отчет подстреленных животных поэтому хвост первого зайца вешали на дерево в саду чтобы он и других привлек себе не снимали его до окончания зимней охоты 13 ноября еще этот день прозвали как днем матицы это важнейший брус который устанавливали на потолок поперек дома и всей семьей 13 ноября садились под ним чтобы привлечь свой дом достаток везения и счастья знаете словом слова матица произошло от слова матери поэтому женщина которая не могла забеременеть садилась под нее и читала следующие слова матица главная держательница можешь мне пособить дитя народить словом божиим прошу чтобы родиться в доме малышу аминь после этого трижды крестилась подходила к иконе богоматери и целовала ее три раза также женщины на спиридона и никодима изгоняли из дома пожары с помощью специальных слов ставили посреди стала свечку говорили глядя на нее такие слова свечка горит пылает дом мой согревает больше и не надо не будет дома пожара огонь большой не разгорится в моей избе не поселится будет она крепкая от пламени мощного защищена аминь 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 затем обходили с этой свечой все углы и избы а после сбрызгивали обязательно их святой водой а в древние времена еще до принятия христианства на руси отмечали в этот день праздник в честь богини мог аж которая считалась покровительницей рукодельниц ткачества и приодения народе считалось что богиня мог аж занимаясь рукоделием прячет необычные нити а судьбы людей 13 ноября отмечали и праздник рыбаков на севере в этот день назывался юровый день и рыбаки отправлялись ловить красную рыбу считалось что первый улов обязательно нужно продать она вырученные деньги поставить свечу в храме чтобы сезон был удачным охотники и рыболовы отправлялись на промысел в надежде вернуться не с пустыми руками если охота будут удачной то фортуна будут улыбаться и на протяжении всего года а если в южных областях то мужчины отправлялись на промысел на день утром выезжали а вечером возвращались а вот в северных регионах охотники уходили на месяц и так как охота является достаточно опасным мероприятием и их провожали с особым шиком конечно же в день спиридона никодима обязательно проявите выдержку и терпение по отношению к близким и также к незнакомым людям рыбаку прислушиваться к этому совету обеспечена прекрасная рыбалка в течение всей зимы и народные приметы говорят о том что именно 13 ноября обязательно нужно выспаться если не поспать вдоволь вдоволь в этот день то можно скоро заболеть также народные приметы в этот день нас предупреждает что нельзя 13 января и ноября в день спиридона и никодима это предложение о работе при том же этот запрет касается как работодателя так и работника поэтому сегодня не рекомендуется просить знакомых близких и друзей помочь с трудоустройством по народной примете если нарушить данный запрет то в будущем новое рабочее место не принесет финансовой стабильности а также возможны проблемы в отношениях с коллегами и начальством неприятности будут ждать и руководителя подчиненной окажется недобросовестным или некомпетентным своей профессии лучше перенести вопросы и мероприятия по трудоустройству на другой день 13 ноября нельзя было и рыбакам с кем-либо конфликтовать сегодняшние ссоры могут привести к плохому улову даже наши предки говорили что у такого рыбака 40 дней после ссоры рыба ловиться не будет в день спиридон и и никодима не разрешалось поднимать оторвавшуюся от одежды и упавшую на землю пуговицу так как она сигнализировала сглазе и тот кто ее тронет рукой тот же тот же миг подхватит сглаз что чревато чревато упадком сил раздражительностью и проблемами со здоровьем также в день спиридона и никодима не стоит общаться с незнакомыми людьми среди них могут быть личности с негативной энергетикой которая легко может передаться собеседнику если же кто-то незнакомый обратился с вам вопросом по и после общения с ним вам надо обязательно сплюнуть через левое плечо тем самым отогнав от себя все плохое нельзя 13 и ноября есть мясо животные тот кто съест столкнется с трудностями и проблемами на спиридона и никодима лучше всего употреблять в пищу птицу особенно рекомендуется курятина человек съевший куриное блюдо будет ждать счастливая доля народные приметы говорят что 13 ноября обязательно нужно выспаться если не поспать вдоволь в этот день дом можно скоро заболеть а вот если вам посчастливилось найти в день спиридона и никотима деньги то ни в коем случае эти деньги нельзя тратить на себя их нужно отдать нуждающимся или потратить на других людей иначе можно потерять все свои сбережения и по мнению наших предков люди рожденные в этот день имеют тайные знания по медицине и врачевания дело в том что люди которые родились именно в этот день 13 ноября обладают природной добротой и всегда готовы прийти на помощь и к сожалению довольно часто именно добротой их пользуются окружающие в своих корыстных целей а вот в качестве талисмана и оберега людям рожденным 13 ноября лучше всего подходит бирюза друзья мы надеемся что наши советы и наши рекомендации вам помогают жизни сами как всегда был канал за тарика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал за ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране вы видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами в следующем видео